Настал тот долгожданный день, когда я выезжаю в свое одиночное мотопутешествие. Так, все, я на пароме. Сейчас уже отплываем скоро, буквально там, может, минут через 10. Я в Швеции. Доброе утро всем. Ну, хотя у вас, наверное, сейчас не утро, только у меня здесь утро. Время сейчас 5 часов. Спал что-то я немножко ужасно. Ну, это сейчас идет, видать, акклиматизация. Организм еще не понял, что ты в палатке живешь в таких вот условиях. Поэтому, я думаю, вторая ночь будет нормальной. Первая ночь всегда тяжелая. Так что это норма. Сейчас 5, еще немножко поваляюсь. Буду собираться, наверное. В 8 часов открывается Лидл, тут есть недалеко. Надо будет заехать, купить что-нибудь, перекусить. Потом план такой, поеду на север какой-нибудь, остановлюсь в зоне отдыха. Там перекушу, кофе попью. А то здесь я на пляже нахожусь. И как бы в туалет нормально не сходить. Тут народу много. Я тут не один такой отдыхающий. Поэтому надо будет сейчас валить потихонечку. Ну, вот с сегодняшнего дня у меня начинается, в принципе, самое путешествие. Давайте я вам покажу, какой у меня вид из окна открывается. Я вчера, кстати, еще искупался. Вечером. Думал, будет холодно. А еще, ну, вода прохладненькая, естественно. Север все же. Вышел даже вообще не холодно. Было классно. Обсох, потом залез в палатку и пытался заснуть. Меня здесь что удивляет? Здесь очень сухо. Несмотря на то, что мы находимся, как бы, непосредственно в близости воды, на палатке вообще нет конденсата. Но она хорошо продувается, на удивление. Поэтому все сухо. Единственное, что тут много насекомых сверху ползает. Так что, да. Ну, ладно, буду дальше. Сейчас тут валяться. Кстати, там люди на персе, в бивочных мешках, по-моему, спят. Три или четыре человека. Там вот в гамаках висят три человека. В общем, нормально. Ну, здесь еще и юг, цивилизация. Мне хочется двинуть немножко туда, где поменьше цивилизации. Ну что, время 6 часов утра. Ожидаться смысла нет чего-то дальше. Я посмотрел, я с Лидом глинул в 80 километрах отсюда. Поэтому я сейчас собираюсь, пока прохладно, и выдвигаюсь потихоньку. Как раз Лидл будет по пути. Найду какую-нибудь зону отдыха, остановлюсь, сварю кофейку, попью и поеду дальше. Классно, тепло. Шикарно. Так, остановился я, значит, вот в таком замечательном местечке. Такой вот съезд с дороги здесь. Да, вот с дороги. Прямо сюда съезжаем. Бам, и тут такая полянка. Решил я попить кофе, потому что я еще не пил. Я как утром встал, рано сразу собрался и поехал, да. Я уже говорил, почему я этого делать не стал, потому что, ну, там туалета не было. Реально пляж и народу много. А тут вот кусты кругом, лес, так что можно здесь любое грязное дело сделать при желании. Так, что значит произошло? Мне нужна, мне нужна сетка вот сюда на заднее сиденье. Я от сумки-то отказался в последний момент, а вот сетку я не взял. А она бы мне сейчас, ой, как понадобилось. В общем, надо будет купить. Сейчас, сейчас еще рано, сейчас 8 часов тока. А тут все такое нормально открывается с 10, поэтому ближе к 10 буду потихоньку гуглить, искать какой-нибудь мото-магазин, может быть, найду что-нибудь. Ну, ничего, нормально. Потом зарядка на мотоцикле вот эта, дайтоновская, она совсем не заряжает. То есть я уже по гарантии обращался, они там что-то перепаивали, переделывали. Она один хер не заряжает. Непонятно почему. Ко мне, когда ТО будет после этой поездки, я им опять скажу, пусть нахер они ее меняют. Надоела мне уже эта фигня. Благо, у меня есть еще розетка здесь, я специально сделал. У меня тоже здесь два USB от прикуривателя. Пауэрбанк заряжается. И вот сейчас телефон тут тоже подзаряжаю от него. Собственно, это все проблемы. Можно сказать, а, прикол был сейчас. Я еду уже, который раз и замечаю, блядь, как будто у меня сверчок какой-то в мотоцикле появился. И не могу понять, откуда, что за гадость, блин. Уже волноваться начну. Вроде нашел такой диапазон с 60 до 70, вот в этом диапазоне посверкнул такой металлический звон. Я уже начал переживать все. Оказалось, это вот здесь вот, когда, ну, рюкзак висит. И вот эта бляшка здесь, которая защелкивается. Она, блядь, болтыхается. Елки-палки. Я уже думаю, может, там что с движком. Может, там коробка стучит. Может, что-нибудь с мотоциклом, блин. Волнительно, волнительно. Ну, ничего. Сейчас потихоньку вкатываюсь. Моя сейчас цель проехать как можно выше на север. Потому что на юге делать нехер. Юг, это как север Германии. То есть, юг Швеции. То есть, так же, как на севере Германии. Равнина, поля. Ну, лесочки так местами. Поэтому надо куда-то сегодня, ну, как можно выше забраться туда. Чтобы какая-то немножко дикая природа появилась. А то тут все как-то слишком цивилизовано, как в Германии. Все вылизано. Мне это неинтересно. Будем искать что-то другое. Ну, если уж сильно совсем мне Швеция не зайдет. Немножко левее на Норвегию свернуть всегда успеем. Так, газ я с собой в этот раз не брал. Я взял только спирт. И вот эту щепочницу. То есть, когда дровишки будут под рукой, там, вечерком, например, то можно будет легко дровишками затопить. Кстати, здесь, в Швеции, даже можно костры жесть легально. То есть, в принципе, вообще никаких проблем нет. Что касается спирта, то он здесь, в Скандинавии, очень доступен. Поэтому купить, когда закончится, тоже не составит труда. Поэтому, видите, да. Ну, хотел сначала газ взять. Газа у меня навалом. Ну, тащить все это барахло не хотелось. Хотя газ практичный. Зато это интереснее. Все-таки такой, ну, огонь, что ли, как у костра. Блин, сеточку, вот край надо сеточку. Обязательно надо сегодня, может быть, купить. Потому что кое-какие вещи из рюкзачка я бы все-таки туда выгрузил так аккуратненько. Чтобы оно было и удобно, и я, в принципе, так и делал, когда раньше ездил. У меня гермомешок такой, ну, маленький, небольшой, на 8 литров. Под сеточку туда хотя бы, там, допустим, те же перчатки, там, какие-то, можно что-то из одежды туда запихать. Ладно, сейчас буду пить кофе, попью и поеду дальше. Там, наверное, Lidl, может быть, буду искать. Прикуплю что-нибудь покушать. А то я еще даже не завтракал сегодня. В общем, так, у меня кончилась вода. Съехал я с дороги на грунтовку. Предварительно посмотрев на карте, что есть тут водоем. Водоем здесь оказался. Заехал я в эту глубь. Здесь классно, ребята, лес такой прям вот. Ну, я такого леса еще не видел. Прям, ну, дикий. Реально. Красиво. Не знаю, передаст вам камера это или нет. Давайте покажу. Вон оттуда я пришел. Там у меня мотоцикл стоит. Я не решился сюда заезжать, потому что дорога не очень. А у меня все-таки, сами знаете, мотоцикл не специализированный для таких дорог. В общем, сейчас идем к водоему. Набираем водички. Едем дальше. Предварительно сейчас я покушал, заехал в Лиду. В принципе, цены на некоторые продукты прям космические. Допустим, на хлеб. Здесь он раза в три дороже. Есть вещи, которые стоят, ну, не дороже, чем в Германии. Допустим, макаронные изделия. Они такие же по ценам. То есть не все цены дороже. Я взял пару яблочек, колбасы, три булочки, салат еще взял из бульгура. Ну, за все про все я отдал 6,5 евро. Если в евро перевести, то, в принципе, нормально. Этого добра мне раза на два поесть хватит еще. Так что, учитывая, сколько я отдал, в принципе, недорого. Так, вот мы пришли к озеру. Конечно, озеро такое тоже дикое. Сейчас покажу. В принципе, вот даже сюда можно с палаткой забуриться, палатку поставить. И здесь отлично время проводить без проблем. И таких озер здесь, в Швеции, навалом. Если на карту открыть, тут все в этих озерах. Единственное, что здесь мне сейчас не подойти, чтобы воды набрать. Там вроде как должен быть подступ к воде. Надо еще купить что-нибудь от комаров, а то здесь что-то их много. Я уже отвык, что такое комары. В Берлине-то их нету. А здесь их море. Так, ну здесь можно подойти и набрать водички. Что мы, собственно, и сделаем. Да, вон сейчас на камень туда вот встану и оттуда все наберу. Классно. Шикарно. В общем, набрал я воды. Вода, конечно, какая-то там цвета ржавчины. Странная. Ну, на вкус вроде нормальная. Ну, я ее отфильтровал предварительно. Фильтр вроде как надежный. Но то, что цвет такой у нее немножко. Ну, ладно. Я, в принципе, через этот фильтр уже неоднократно воду фильтровал и пил. И ничего со мной не случилось. По вкусу она нормальная. Я думаю, в этот раз нормально все будет. Все равно ее буду, наверное, кипятить для сублимата. Или для того же кофе. Если я сейчас где-то альтернативу найду, скажем, где-нибудь общественный туалет увижу или заправку, то у меня будет возможность обновить воду. Я, наверное, так и сделаю. Ну, а так у меня есть запас. Сейчас буду ехать до вечера. Часов, может, до шести буду ехать. А потом искать поляну и отдыхать. Надо как можно дальше вырваться на север. Потому что на юге, я понял, ребята, ловить нечего. Неинтересно. Юг Швеции – это как вот север той же Германии. Все слишком цивилизованно. Единственное, что вот здесь кайф – это природа. И то, что она доступная природа. Вот, ты съехал, ты можешь здесь кинуть палатку и отдыхать. Тебе слово никто не скажет. Хотя вот сюда заезжал, там был знак. Типа, ай-яй-яй. Но я сделал вид, что я его не заметил. И проехал. Ну, судя по тому, как здесь дорога заросла. Сюда очень редко заезжает кто-то. Ненакатанная дорога. Так что сейчас яблочко съем немножко, отдохну. И дальше буду двигаться. То жарко становится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова